У меня есть собственный магазин одежды. Называется он Кабон Шоп. Сделан он при поддержке принт-бара, поэтому насчет качества и то, что одежда придет, можете не сомневаться. Все приходит в течение недели. Также есть возможность создать собственный дизайн. Отличный шанс сделать подарок себе и своим друзьям. Ссылку я оставлю в описании. Хай дихо, ребят, с вами Сэмпл Мэн. Ни для кого, надеюсь, не секрет, что я был один из первых тех людей, которые рассказали русскому ютубу о том, что есть игры для слабого компа. Я это начал делать два с половиной года назад. Решил подвести все итоги. Я долго думал, как же собрать воедино все лучшие игры для слабого ПК. И я смог это сделать. Всего их получилось 10 штук. По-моему, очень красивое число. 10 лучших. Самых лучших из лучших. Круче только яйца. Самые топовые, офигительные игры, которые пойдут практически на любой слабый комп. Первая игра, о которой я хочу поговорить. И она не просто первая, а она вторая. А именно Call of Duty 2. Почему не первая? Вы спросите. Вы же спросите. Но не спрашивайте, потому что и так ясно. Call of Duty 2 график намного лучше. Да и сам сюжет и история там намного лучше. Ну и главный плюс в пользу Call of Duty 2 то, что я в нее играл, а в первую часть не играл. Масштабные битвы, танки, пострелюшки. Все вы знаете, что такое Call of Duty. А Call of Duty 2 это лучшая часть из серии Call of Duty, как мне кажется. И вообще советую всем пройти и оценить эту шикарнейшую игру про вторую мировую войну. Следующая игра, а именно две игры сразу. Это Прототип 1 и Прототип 2. Несмотря на такую графику в этой игре, но все эти блики, отражения совершенно нереалистичные, но много загружает комп. На самом деле нифига. Прототип 1 и 2 без проблем идут на самые слабые и хоть какие-то рабочие компы. Проверено лично. Я рассказывал о том, что мой друг, у которого 2 ядра 1.6 ГГц проц и 2 ГБ азу, без проблем играл во вторую часть. Конечно, лаги были. 25-30 FPS без проблем выдавало. Смело играйте. Офигенная графика. Открытый мир. Можете людей убивать. И что вам еще надо? Вы же любители мира захватывать. Вам же скоро 10 лет. Йоооооп. Итак, второй шутер в этом видео, но не последний шутер в этом видео. По-моему, самый лучший шутер с открытым миром для слабого компа. Far Cry 1. Все мы знаем, что Far Cry 2 стал всего лишь пародией на первую часть, да и первую переплюнул лишь только третья. Попадаете на остров, выживаете как можете. Открытый мир. Неплохая, так скажем, графика на данный момент. Если на высокие ставить, то можно играть. Глаза не режет. Довольно много оружия, разообразный геймплей. Все вот эти вот стандартные фразы, короче, сейчас перечислите в уме. Все в этой Far Cry есть. Но я в нее не играл, надо поверить. А теперь переходим к следующей игре. И вы все ее прекрасно знаете. Это GTA San Andreas. Конечно, многие спорят, говорят в I-City. Лучше кто-то говорит GTA San Andreas. Лучше кто-то вообще за третью. Но я играл именно в San Andreas. В I-City мне не нравился из-за того, что она какая-то розовая, 80-я, какие-то лампы. Ничего серьезного. Я любил, когда мир все-таки немного посовременнее. В GTA San Andreas был уже конец 90-х. Машины какие-никакие современные. Самолеты, джетпак, парашюты. Все было классно. Также в это видео могу запихать и Samp. Это мультиплеер GTA San Andreas. Тем более, все эти моды. Тот же мультиплеер. Короче, продлевают жизнь GTA San Andreas просто на долгие года. Ей уже больше 10 лет. Лучшая гонка для слабого компьютера. Это Need for Speed Most Wanted 2005. Она обгоняет даже Burnout Paradise, Need for Speed The Run, Need for Speed 2015, Project Cars, The Crew. Все эти гонки она без проблем обгоняет. Все потому, что в ней есть душа. Главное это душа. Также есть обширная возможность поменять свой автомобиль. Да и вообще просто в нее было интересно играть. А если у вас еще и лицуха, то там и прикольная музыка. Легендарная игра. По-моему, побить эту игру другие Need for Speed уже не смогут. Следующий шутер, который на втором месте лучших шутеров для слабого компа, это, конечно же, Counter-Strike 1.6. До сих пор в нее играют по 6 миллионов человек. На нее выходит куча модов. Даже можно играть за анимешных баб, у которых тетюльки трясутся. По-моему, что может быть лучше, не знаю. Ну а если у вас в компьютер чуть помощнее, можете, конечно же, и в Go поиграть. В общем, CS 1.6, легенда, до сих пор не устаревает, кроме графики и всего остального. Но люди играют, людям нравится. Да и идет она вообще даже на телефон и калькулятор, и никаких проблем с ней не будет. Counter-Strike 1.6! Самодание. Следующая игра это шутер, который на первом месте лучших шутеров в истории для слабого компа. Half-Life 2. Почему не первая часть? Да потому что графика там действительно морально устарела. Half-Life 2 вообще шагнула вперед. Несмотря на то, что объекты какие-то квадратные, а если вы видите кирпичи, они не выпирают, а просто как обычной картинкой. Все равно, там очень годная графика. Земля, железо, ржавчина, все выглядит по-настоящему натурально. Ну и, конечно же, благодаря Half-Life вышла и Counter-Strike, поэтому не стоит это забывать. С братом пытались пройти, он, правда, проходил, а меня бил и не давал мне пройти, но вы понимаете, это же старший брат. Можно кататься на машинке и плавать по воде на какой-то лодке моторной. Классно. Half-Life 2 до сих пор удивляет, остается культовой и любимой всеми фанатами и игроками компьютерных игр. Классно сказал, нет? Хуйню какую-то, я не понял сам. Следующий агон, который все-таки энергичнее и динамичнее, чем Need for Speed Most Wanted, но не лучше в плане геймплея и сюжета. Flatout 2. Reborn. Да, Reborn. Прославилась своей отличной разрушаемостью, все машины разлетаются на важные детали, их видно, можно даже заметить, как отваливаются куски двигателей, и машина начинает хуже ехать. Отваливаются крылья, капоты, и это все действительно круто. Ну и, конечно же, вылетающий чувак из лобового стекла. Крутые, необычные игры, которые до сих пор даже кого-то удивляют, а дополнение Reborn даже добавил некоторые плюшки. Нет веселее гонки, чем Flatout 2. Я думал, что же вставить на это место, принца Персию или... Я долго думал, что же поставить на это место в видео. Принца Персию, либо портал первую и вторую часть. И друган меня уговорил, сказал, ставь портал, портал круче. Портал это головоломка, которая покорила сердца многих геймеров. Вольво умеют делать даже головоломки. Неплохая графика, я до сих пор не верю, что эта игра может без проблем идти на слабый комп, разовет ваш мозг. Также есть неплохой юмор и финальная песня во втором портале вообще шикарная. Да и вообще игра какая-то получилась душевной. И просто хочется сесть и проходить ее от начала до конца без остановки. Ну и десятая игра в этом видео. Открытый мир. Почти как Скайрим. Довольно неплохая графика на данный момент. Гибкая кастомизация персонажа. Можно одеть одежку, дать ему меч в руки, да и сделать любое лицо, телосложение. Ну и конечно же стрела в колени. Но это не Скайрим. Это Обливион. Как-то раз я сделал видос про игры для слабого ПК с уверенностью, что Скайрим идет на слабый комп. Потому что мне он шел довольно неплохо. И в комментариях на меня начали бомбить. Говорят, что Скайрим нихера не идет на слабый комп. Поэтому, ребят, Обливион. Ничем не хуже, по-моему, чем Скайрим. Поэтому так же хорошо затягивает. Отличнейший сюжет. Куча миссий. По-моему, эти игры вообще бесконечные. Но драконов убить там не получится. Но мододелы и не такое делали. В Обливион нужно обязательно поиграть. Я устанавливал раза три. Но дальше чем тюрьма, это не дошел. Создавал персонажа. Проходил немножко по тюрьме и сдавался. Потому что очень сложная игра. А я дебил. Вот такие пироги. Играйте в несложные игры, если вы дебил. Или играйте в Обливион, если вы не я. Подписывайтесь на мой канал. Потому что надо подписываться. Потому что не подписывайтесь. У меня настроение падает. Видос делать вообще не хочется. Я сижу, плачу. Семечки жую. А если вы будете еще и лайки ставить. Я вообще офигею. У меня шишка встанет. Пишите еще в комментариях. И ваши любимые игры для слабого ПК. И в дальнейшем ждите что-то новенькое. По играм для слабого ПК. Это будет не просто видео. Это будет не просто советы. Это будет кое-что крутое. Это будет стрим. Если мне еще страйков не напихают. Я запущу стрим где-то 22 февраля. Ну а с вами был Сэмплмен. Вы знаете что делать и куда нажимать. Хейди хо. Фига. А что ты мне сосиску не почистил? Что она в кожуре такая? Йоу. Почисть мне сосиску. Да. Я уже на паузу поставил. А то сейчас запишется все. Я сосиску ем. Вот коры-то будут. Подумаю. Он дебил сосиску ест во время записи. До новых встреч. Субтитры сделал DimaTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok